Ну что ж, еще раз, еще раз, добрый вечер, уважаемые слушатели. Продолжается бизнес-канал. Сейчас время сухого остатка на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, и сегодня в гостях Константин Гуляев, руководитель управления рыночных исследований и ФД «Капитал». Добрый вечер, Константин. И Константин Комиссаров, управляющий активами «Локобанка». Добрый вечер, Константин. Здрасте. Два Константина сегодня в студии, я традиционно буду загадывать желания. Причем желание-то я знаю, я его озвучить не смогу. Желание, конечно, связано с пониманием процессов, которые происходят на рынке. Может быть, кстати, ваше присутствие и, собственно, ваша точка зрения поможет понять, а что же сейчас происходит. Тему мы назвали так, текущая ситуация на рынке акций, отскок или восстановление. Ну, сегодня, как минимум, мы наблюдаем позитивную динамику практически везде, на всех финансовых площадках. Чем это связано, попытаемся разобраться. Насколько долго это продлится. Тоже хотелось бы знать. Итак, уважаемые слушатели, приценивайтесь к нашему разговору. Телефон студии 651099,6, код Москвы 495. Адрес компании finam.fm. Это сайт, на который вы можете зайти, написать свой вопрос, либо позвонить, еще раз повторю, по выше озвученному номеру. Ну, и начиная эфир, я нарисую картину масс. Ну, сегодня вообще весенняя картина. Весенняя, все зеленое. Все зеленое. Боже мой, как приятно это видеть. Заскучались. Начнем с Азии, кстати. Да, Шанхай сегодня, Шанхай композит отскочил после вчерашнего падения. Отыграл он его, ну, как минимум на 60%. 2% с лишним прибавил. Он после вчерашнего, да, разочарования. NASDAQ сегодня, пардон, Nikkei 225, ну, небольшую позитивную динамику показал. А так все в плюсе. РТС прибавляет 1,5%, ММВБ чуть скромнее, 1,2%, европейские индексы сегодня в среднем по проценту прибавляют, фьючерс на S&P прибавляет 0,3%, ну, красотища. То же самое на сырьевых рынках и на Форекс практически наблюдается. Нефть марки Брэнк полпроцента прибавляет и идет к 110 долларам вновь. Золото тоже показывает позитивную динамику. Половина процента, 1580 за унцию сейчас, по крайней мере. Ну, а евро-доллар попытался сегодня, да, подняться к 1,31, не получилось у него. Сейчас 1,3040, но он устоял, по крайней мере, на уровне 30-й фигуры. Фунт тоже сегодня достаточно позитивен и выше 51,50. И набор голубых фишек в север-зеленом сегодня лидеры роста. С удовольствием я их представляю. Аэрофлот 4 с лишним процента сегодня прибавил. ГМК Норникель 2,5%. Сургутнефтегаз 2,5%. Что там у нас? Наше все, больше процента. Это я про Газпром. Второе наше все, 1,2%. Это я про Сбербанк. Ну, в общем, красотень, красотень, да и только. Всегда бы так, наверное. Ну, и начнем разговор, если можно, Костя, Константин Гуляев. Я вас буду по фамилиям, извините, уже, да, Константина. Так что это, отскок или все-таки мы как-то дно какое-то нащупали, да, и начинаем вот потихонечку возобновлять ранее озвученный восходящий тренд. Как ты думаешь? Да нет, я думаю, что мы, конечно, дно еще не нащупали. Еще даже не начали щупать, мне кажется. Да? Вот, просто ситуация для никого, в общем, не секрет. Не секрет, скажем так, что ситуация на рынке, очень на глобальном рынке неоднозначная, что нас вроде как уже начали продавать с конца января, как и, в принципе, многие рынки развивающиеся. Но мы видим, что американский рынок упорно... Не хочет падать. Да, не только не хочет падать, но он хочет, по всей видимости, пробить свои исторические вершины. По крайней мере, по Доу Джонсу он уже вплотную подошел, по СНП там, по-моему, в пределах 3%. И, с одной стороны, удивительная ситуация, да, на фоне всех этих рисков по поводу бюджетной ситуации в Америке, что там 27 марта у них может быть переключены некоторые деятельности по линии правительств и служб, ведомств. До 15 апреля, вроде как должны с республиканцами договориться по поводу программы бюджета. Ничего не боятся уже, да, и секвестор даже подписал. Потом потолок госдолга они перенесли на 17 мая. Ну, то есть, в принципе, достаточно серьезные проблемы стоят. И как бы методов пока, как найти договоренность между прийти к какому-то консенсусу между республиканцами и демократами пока нет, не видно. Вот. В общем-то, и экономическая ситуация нельзя сказать, что прям замечательная, потому что, если там судить по тому же ВВП в Европе, рецессия в Америке 0,1%. И непонятно, все говорят, что вот этот секвестр приведет там к сокращению... Еще на полпроцента. Да, на полпроцента как минимум. Китай, непонятно, тоже начал ускоряться. Потом, вроде как, официальный прогноз достаточно скромный. Ну, то есть, ситуация непростая. И мы видим это, что, в принципе, и коммодитис особый, нельзя сказать, что они на хаях. Многие софт коммодитис, в общем-то, на низах стоят. Та же нефть вернулась оттуда, откуда она начинала расти. 110 долларов. Но пока 110, все-таки, да, несмотря на то, что она чуть-чуть ниже сейчас. Ну, она там попыталась что-то нарисовать. И Merge Markets, в общем-то, мы видим, что идет аутфлоу, отток с российского рынка много недель. И, в принципе, очень сегментированный рынок. Что-то там не хотят продавать, что-то продавливают. Спросы, как такового, только в отдельных бумагах видно. И при всем при этом вот Америка стоит. Ну, не очень понятно, то есть, что глобальные игроки хотят нарисовать. Сначала немножко продать менее ликвидные рынки, чтобы потом уже обрушить Америку. Ну, может быть так. Так что я думаю, что мы дна не нащуплю еще. Я понял. Костя, ты как управляющий активами. Вот ты сейчас какими активами управляешь, Константин Комиссаров? Такой ситуации вообще можно какими-то активами управлять? Потому что непонятка сплошная. Ну, ситуация, да, я соглашусь, достаточно неопределенная. Я, честно говоря, рассчитываю, что будет еще одна попытка. Вырасти? Да, попытка роста. Все же начинается сезон дивидендных отсечек. Традиционно это является таким фактором поддержки для рынка. Возможно, это как бы сыграет свою роль. Думаю, что Штаты обновят свой исторический максимум. Думаю, что это исключительно вопрос такой технический. Технический, образуются шарты на текущих уровнях. Когда не получается падение, шарты закрываются. И пошел вынос, да? Да, пошел вынос, рынок толкает наверх. Соответственно, там срабатывают какие-то опционы, там и прочие-прочие такие вещи. Это не связано ни с новостями, они любые могут быть. Думаю, что вот исторические хаи седьмых годов тянут, как магнит американский рынок к себе притягивает. Поэтому, в принципе, мы здесь увидим какое-то состояние эйфории. Вопрос, что будет дальше во втором полугодии, потому что скорость роста американских рынков очень большая на посткризисном периоде. Конечно, это создает риски очень большой такой понижательной коррекции. Но, думаю, что до мая есть вероятность все же еще сходить как-то вверх. То есть, если коррекция это наступит, то вот как раз традиционно, там где-то май, конец мая, начало июня, да? Ну, дело в том, что такие развороты, они не происходят очень быстро. Они могут формироваться в течение года, плюс-минус. И где-то только после этого промежутка времени, то есть это уже где-то конец этого года, начало первой половины следующего, уже будет как-то что-то ясно, какая-то картина прослеживаться. Ну, сейчас тяжело говорить про какие-то длинные интервалы, скорее вся даже стратегия слова громкая, тактика строится, поймал несколько процентов, отошел в сторону, упало, подкупил, выросло, подпродал. Вот как-то так, ничего другого здесь сейчас придумать, что-то очень тяжело. Ну, это вот сейчас ты уже с точки зрения управляющего актива говоришь, да? Я понимаю, что действительно в этой ситуации не так весело, не так радостно. Не случайно, да, когда вы в эту студию зашли, я задал вопрос, как дела, и в ответ услышал, увидел скромную улыбку такую, усмешку, я бы даже сказал. Ну, какие сейчас дела, боже мой, это так. Хорошо, хорошо, значит, у нас скоро новости, и пока пару минут до них осталось, значит, два слова буквально о Китае. И вот это вчерашнее событие, падение там больше, чем на 3%, связанное с рынком жилья, связанное с возможным ужесточением, да, ну, ставок по ипотеке, прежде всего. Как ты вообще считаешь, Костя, Костя, Гуляев, да, Константин Гуляев, как ты считаешь, насколько это серьезно может по рынкам ударить, ну, и по китайскому восстановлению, в частности? Ну, мне кажется, что после того, как китайский индекс, в общем-то, поднялся очень существенно, больше, чем на 20%, потому что в конце прошлого года он был ниже 2000 по Shanghai Composite, вот, поднялся до уровня практически без коррекции, по-моему, там, 2400 с чем-то было, вот. То вполне закономерно, что какие-то новости не очень приятные, они очень чувствительны к любым новостям о темпах роста экономики или, там, рынка недвижимости, его регулированию. То совершенно нормально, мне кажется, что индекс может ходить, там, по 3-4% вверх-вниз. Сегодня 2,5%, если не ошибаюсь, вверх, да, вчера было, там, по-моему, 3,5 или 4% вниз. Ну, здоровая коррекция после, в принципе, хорошего роста. Опять же, рост был на ожидании, что вот придет новое руководство. Ну, как бы запланированная все, понятная вещь. Но, тем не менее, будет некое восстановление китайской экономики, что вот это вот замедление последних кварталов, оно преодлено. В принципе, об этом говорили индексы PMI, о том, что выше 50 они опять вернулись. В принципе, то, что делает 1000SBC, опять же, индекс PMI, там, если не ошибаюсь, малые и средние предприятия, в основном они оценивают. Тоже, в принципе, неплохие были данные, вот, ну, пока трагедии никакой нет. Трагедии нет, и вот эти движения, в основном, такие спекулятивные, да, там, в рамках ожидаемой коррекции, как мы опять говорим. Ну, сказали, да, сказали, вот, ВВП официальный прогноз 7,5%, то есть, это примерно так же, как в прошлом году. Ну, то есть, это говорит, конечно, о том, что восстановления особого, как бы ускорения нету, но и с другой стороны, хоть так и неплохо. По крайней мере, да, по крайней мере, с точки зрения Китая, пока трагедии я не вижу. Хорошо, хорошо, это уже радует, трагедии никакой нет, ну, а дальше мы продолжим после новостей. Итак, продолжим, продолжим эфир, сухой остаток на Финам-ФМ, я, меня зовут Олег Дмитриев, в гостях сегодня Константин Гуляев, руководитель управления рыночных сленов ЕВД «Капитал», и Константин Комиссаров, управляющий активами Локобанка. Тема сегодняшняя, как интерпретировать, да, текущую ситуацию на рынке, ну, на российском, по крайней мере, отскок это или восстановление средне-долгосрочное, вот об этом мы сегодня рассуждаем. Уважаемые слушатели, телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495, адрес компании финам.фм, звоните, пишите, задавайте вопросы, делитесь собственным мнением, ну, и, уважаемые гости, взгляд на российский рынок акций. Что вы по этому поводу думаете? Еще раз, ну, наверное, повториться придется, да? Или, точнее, так, не надо повторяться. Все-таки, возможность, да, какие возможности, если они есть, сейчас этот самый российский рынок акций предлагает инвестор, Костя? Ну, я согласен с идеей Константина, что, в общем-то, сейчас надвигается пора отсечек, когда по многим бумагам менее ликвидным, а потом и, в общем-то, голубым фишкам, которые в основном отсекаются, там, в конце апреля и первой половине мая. Вот, так как сейчас дивидендные ожидания, они достаточно приличные, и, действительно, даже по некоторым бумагам, которые раньше особо не баловали дивидендами, уже доходности, там, в 5-7% воспринимаются как абсолютно нормальные. Раньше это было много. Ну, да, я говорю о таких бумагах, там, даже как Газпром, Норникель может порадовать, вот, там, из традиционных, да, бумаг, там, вот, поэтому... Это, конечно, наверное, будет поддерживать конкретные бумаги, но, вот, я, честно говоря, немного сомневаюсь, что это может как-то вытягивать весь рынок наверх. То есть, это, конечно, будет, может быть, поддерживать, но индексы при этом, мне кажется, что как-то особо большого, сильного роста могут и не показать. Вот, поэтому рынок сейчас чрезвычайно сегментирован, и мы видим, что отрасли есть не то, что даже по отраслевому признаку, а внутри, даже именно по признаку компании. Потому что в целом, вот, например, энергетика, да, продолжает оставаться отраслью абсолютным аутсайдером, но даже среди этой отрасли есть такие бумаги, такие, как, например, там, та же УГК-4, которая, ну, абсолютный фаворит. Вот, и там... Причем фавориты внутри отрасли, да, и на рынке, может быть, конечно. Мы видим, что периодически бывают всплески оптимизма в таких очень однозначных компаниях, как ТГК-5, 6-я и 9-я. Давеча, они тут продемонстрировали рост на 50% акции ТГК-6. В общем-то, опять, на все, на тех же вероятные продажи покупки страны, там, то Газпрома, то Интерао. Вот, а остальном мы видим, что все там крупные компании, МРСК, ФСК, Росгидро, Интерао, они, в общем-то, просто воровые с востока, просто в ужасном положении. Акции на низах, они совершенно не пользуются никаким спросом. И, в общем-то, видимо, совершенно вот это такая апатия инвесторов, постоянным переменным, постоянным каким-то переброском. В общем-то, этот сектор представляет какую-то некую, какую-то непонятную матрешку. Каждая компания вложена в другую со своими, там, грубо говоря, там, у ФСК крупный стейк в Интерао, там, и так далее. В общем, все они как-то заложены, переложены, непонятно, как они будут все объединяться, где вообще потоки, где деньги. В общем, не очень, конечно, хорошая ситуация. Вот, но это вот как пример энергетической отрасли, а в других, в принципе, то же самое. То есть, если мы возьмем металлургов тех же, вот, были ожидания, что восстановление Китая, они вроде пошли вверх, а сейчас мы видим, что на том же, в принципе, при коррекции рынка они оказались хуже, да, и ММК, Северсталь, вот, сегодня отчетность по ним выходила, там, и НЛМК, они, в общем, все вернулись к своим низам, и ничего, в принципе, какого-то хорошего нету. Мечил, я уж вообще молчу, вот, поэтому, ну, сложный рынок, поэтому тут надо, прежде всего, анализировать даже не отрасль, делать ставку не на отрасль, на конкретные компании, на конкретные какие-то идеи, вот, получение дивидендов, там, я не знаю, перепроданность от возможности, вероятность отскока. Технические, да, в этот момент? Да, ну, мне кажется, так. Кость, как тебе кажется? Да, я полностью согласен со всем вышесказанным. Ну, от себя добавлю, тем не менее, да? Да нет, ну, тут сложно что-то добавить, как бы, все так и есть, сложный рынок, цикличный, оттоки большие, ну, в каких-то там историях периодически возникают какие-то всплески оптимизма, иногда достаточно быстро они исчезают. Ну, в целом, вот, еще раз повторюсь, то, что вот мне видится на ближайший месяц-два, это вот тема дивидендных отсечек. В большей степени, наверное, даже по голубым фишкам, потому что по второму эшелону здесь все очень сложно. Да, есть какие-то, можно найти там истории в третьем эшелоне, в глубоком, но против этого всегда будет стоять низкая ликвидность, невозможность сформировать большую позицию. И опять-таки, все очень быстро меняется, допустим, если вы посмотрите там фаворита последних лет Нижнекамскнефтехим, то вы увидите, что четвертый квартал уже был очень слабенький, и весь этот пузырь, который возник, разрывы между ценой синтетического каучука и ценой сырья для его производства, он, в принципе, схлопнулся до среднеисторических значений. Из-за этого следует, что уже в этом году никаких там супербольших дивидендных доходностей не будет. Поэтому все меняется и меняется очень быстро. Надо вот следить. Я понял. Я понял. Ну ладно, что-то уж совсем... Ну есть, опять же, есть истории нормальные. То есть, например, те же акции, которые были абсолютными там аутсайдерами еще два года назад, да, акции там газа, солерса, они вообще поднялись очень серьезно. Там рост порядка 50% по газу, по солерсу тоже, наверное, примерно так же. То есть, вот эти, как бы, компании, они тихой сапой, несмотря на коррекцию, в общем-то, на рынке, они выросли и особо и не упали, они сейчас стоят на максимумах. То есть, есть какие-то бумаги, которые действительно очень... Вот тот же там фармацевтов, да, возьмем, фармстандарт, очень сильно вырос. И совершенно, в принципе, без коррекции. Там уровень 2000, а вот буквально там осенью 1300, он никому не нужен был. Он лежал там несколько месяцев на одной и той же цене. А что изменилось? Всем было известно, да, что нормальная, в принципе, компания, вот, как бы, лидер отрасли. Нельзя сказать, что она была такая уж прям совсем уже дешевая, но нормальная. Вот, ну вот, выросла и тот же... Ну, там есть другие там бумаги, которые на корпоративных всяких вещах, типа протек поднялись, да, там ожидание вот выкупа, в общем-то, всех акций с рынка. Ну, тоже вот бумага подскочила, будь здоров, как, там 25-26 рублей стоила, сейчас она под 40 стоит. Вот, ну, тоже вот, вот такие вот отдельные, как бы, эпизоды, они случаются. А если в целом, можно говорить, да, рынок очень слабый, как бы, по индексам, если смотреть даже по голубым фишкам, ну, что там взять-то, особо, особо нечего. Какие-то были, ну, там, кроме Сбербанка, если уж брать голубые фишки, да, вот был спрос Сбербанка, да, выстреливала еще раньше Роснефть, еще раньше Лукоэлл, Лукоэлл мертвый, ну, реально просто бумага стоит на одной и той же отметке. Роснефть, в общем-то, после своего роста тоже умерла. ГМК выстрелил, отыграли тему завершения конфликта, да, и появления возможностей дивов, в общем-то, тоже бумага по большому счету умерла. Да, ну, вот, ну, что там, Газпром не оживал за последние три года. По ВТБ просто чистейшая манипуляция наблюдалась, ну, вот что, в последние, да, недели мы увидели по ВТБ, причем я так понимаю, что это чуть ли не на самом высоком уровне делается, но чистая манипуляция рынка, мне кажется, ну, по крайней мере, это выглядит так, да, что какие-то совершенно непонятные утром могут выходить покупки Катара, а потом вечером оказывается, что там с существенным дисконтом, а сначала это опровергалось вообще, ну, конечно. Да, причем интересно, что движение было ровно за день до публикации этой новости. О ВТБ, да? Да. То есть здесь, конечно, вопрос к ФСФРу или уже нынешнему Центробанку, что куда они смотрят, то есть абсолютно явная инсайдерская информация, потому что сильнейший рост в течение дня, никто не знает, что происходит. Объемы огромные. Огромные объемы, выходят какие-то новости, что вроде кто-то там что-то покупает. На следующий день. Да, да, да. Все это, конечно, выглядит не очень красиво. Печально. Так я... Это умерла, это умерла, это даже и не ожил. Знаете, тема у нас сегодня. Отскок или восстановление? Нет, просто тема как бы еще раз. Не именовать должны. Тут нельзя говорить, вот очень сложно говорить про весь рынок, да, что вот рынок, он весь очень какой-то слабый, дряблый какой-то. Мне вот совершенно не нравится. И, в принципе, это уже как бы уже не новость, потому что это наблюдается в очень продолжительное время. В общем, я думаю, что это наблюдается больше года точно. Что вот так как это апатия всеобщая, но на всеобщей апатии просто повышается именно цена анализа конкретной компании. То есть тут надо пристально смотреть за каждой конкретной идеей. Потому что делать ставку на весь рынок, делать ставку даже на отрасль, ну не имеет смысла. Потому что мы видим, что в целом все как амеба существует. Амебный рынок, вот такая. Ну такой, да. Такое может быть у нас название. Ну ладно, бог с ним. Давайте мы оставим его немножко, потому что есть еще, наверное, основания поговорить о том, что происходит за рубежом, а именно в Евросоюзе. Вот как вам эта тема, связанная с событиями Евросоюза? На этой неделе, недалее как, когда это случится, в четверг, да, послезавтра, будет заседание Европейского центрального банка по поводу процентной ставки. И ЕЦБ может снизить процентную ставку. Ну, насколько я понимаю, сейчас все работает по принципу, чем хуже, тем лучше. Потому что есть ожидание, что стимулирующие меры будут продолжаться в какой-то из форм, в том числе в Европе. Фундаментально, с макроэкономической точки зрения, ничего не меняется. Экономика находится, можно по-разному говорить, ну так, скажем, в стагнации. И, наверное, там вот те оценки, которые говорили, потерянные десятилетия, они очень похожи на правду. Хорошо, давайте еще раз послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, продолжим. Продолжим наш печальный эфир. Кстати, Костя, читаю ленту новостей. Накаркал, написано. После того, как рынок Российской Федерации перестанет дышать. Ну, дышать там в кавычках все-таки, я имею в виду, дышать, это, видимо, двигаться туда-сюда, вздыхать и выдыхать. Акции «Газпрома» можно будет ловить в районе 116 рублей. Кстати, где можно будет ловить акции «Газпрома», ты как думаешь? Ну, 116, реально. Где угодно. Вообще, надо ловить, да? Не знаю. Сначала ответить на вопрос, надо ли их вообще ловить. Это да. Не знаю. Это хороший вопрос. Ну, давайте вернемся к Европе. Поговорим о Европе и вот с точки зрения ожиданий, как вы думаете, что может произойти в этот четверг на заседании ЕЦБ по ставкам? Может быть, снижена ставка? Ну, опять-таки, ты начал, Кость, говорить, да? Собственно, стагнации даже, да? Ну, не рецессии, а стагнации. Ну, мне кажется, что теоретически не очень я верю в снижение сейчас ставки, скорее будет какая-то пауза выбрана, потому что надо понимать, что возможности любого ЦБ, они не безграничны. И чем больше вы делаете воздействия на экономику, каждый последующий выстрел, он все меньше и меньше эффекта. Цель попадает, да? Мы это видим по Куи-3, что от первого был хороший эффект, а от третьего уже... Практически никакого. Как бы фактически никакого. Ну, с макроэкономической точки зрения здесь должно пройти время, должны рассосаться все эти проблемы, должны каким-то образом перевариться долги. И после этого, наверное, да, Европа может вернуться к какому-то росту, но, скорее всего, это будет очень затяжной такой процесс. Кстати, должны перевариться эти проблемы, но никак, на твой взгляд, они именно внутри как-то будут перевариваться, и для этого никаких шагов активных власти Европейского Союза предприятия от него, или могут даже и не предпринимать? То есть рынок сам найдет, да? Ну, пока власти во всем мире пытаются... Если пытаются заливать деньгами как бы проблемы, может быть, нужны более кардинальные какие-то решения, может быть, нужны действительно дефолты, потому что даже если рассуждать на уровне компании, допустим, она обременена долгами, но теоретически, если она производит хороший продукт, проведи дефолт, проведи реструктуризацию по обязательствам, сделай реструктуризацию, и может быть, компания вернется как бы к жизни. Может быть, нужны такие меры, в конечном итоге все деньгами, может, не получится залить. Ну, по крайней мере, не получается, да? А если говорить о таких мерах, Кость, то это меры все же больше, наверное, не экономические даже, а политические, да? То есть нужно воля, нужно решение, ну, вот даже представить сейчас, да, Еврозона какой-нибудь, ну, тот же самый, там, я не знаю, глава Европейского Центрального Банка или глава Наблюдательного Совета или премьер-министр Италии, который, кстати, вот тоже проблема сейчас у нас очередная, да, принять решение. Все, ребята, мы больше ничего не платим, мы выходим из Евросоюза, ну, или что-то такое. Вот, можно представить, да, что в нынешней ситуации кто-то реально поет на такие вещи. Наверное, вряд ли, да. Ну, пока трудно представить, но на самом деле я согласен, что это, наверное, было для некоторых стран лучшим решением. То есть вот, если продолжать вот аналогию, да, как страна и компания, то вот пример из жизни, да, компания General Motors, вот, продукция хорошая, набор брендов они пересмотрели, были обремены долгами, половина проблем было внутренних, связанных с профсоюзами, они ушли на какое-то время, конечно, понятно, что им помогли. Это после кризиса, да, мы вспоминаем, восьмого года. Да, да, ну, понятно, что им государство помогло, но, во-первых, они уже все вернули, они уже как бы рассчитались с этим делом, компания осталась, нарастила свои финансовые показатели, пересмотрела портфель брендов, сказала, что это нам не нужно, это мы продадим, это оставим, вот, и сейчас, в общем, чувствует себя весьма неплохо. Ну, как бы, конечно, страна это не компания, тут ситуация, вот, меня немного волнует вот проблема, как в социальном плане вот эта напряженность, потому что, вот, с одной стороны, мы видим, что на рынке как будто все тихо, спокойно в еврозоне, да, ну, там определенные проблемы возникают в Италии политически, локальные, вот, но, вроде как, компании, ну, более-менее отчитываются, там, отскакивают, индексы демонстрируют рост, но, на самом деле, статистика по той же безработице, она все, ну, как бы, ухудшается, и в некоторых странах, таких, как, например, Испания, там, ну, просто кошмар творится какой-то, особенно, если я, вот, думаю, брать, вот, наиболее активное население, молодежь, то там еще ситуация сложнее, и, в принципе, конечно, это пока не, как бы, не вышло на первый план, но, все-таки, без решения этих проблем долговых, и с ними пытаются бороться именно через ужесточение бюджетное, да, и сокращение расходов через политику астерити, так называемую, но это, как бы, обратной стороной бьет по населению, то есть, понятно, что компания может уволить сотрудников, да, а вот страна, как бы, ну, фактически, она увольняет, делает, убирает рабочие места, но сотрудники, они теоретически могут перейти, там, на другие работы, здесь, получается, они, если им государство не помогает, то растет градус напряженности социальной, вот, и вот, мне, конечно, волнует этот вопрос, потому что, вот, что будет в той же Испании, ну, понятно, в Греции, там, вообще, кошмар, в принципе, уже несколько лет, ну, вот, в той же Испании, там, Италия, мы видим, что, в принципе, по структуре голосования, это было протестное голосование, голосование за, во многом, людей, склонных очень сильному популизму и национализму даже где-то, да, вот, и того же взять и Берлускони, и вот это, там, актер, там, Гриле, как там, по-моему, зовут, да, вот, вот, то есть, вот такие процессы, даже кто-то, вот, сказал, где-то я видел в СМИ европейской, что сравнивали ситуацию с некими симптомами, которые наблюдались в 30-е годы, ну, понимаете, о чем мы говорим? Великая депрессия, нет, нет, не великая депрессия, а то, что потом предшествовало 40-м годам, в начале 40-х, вот, то есть, понятно, может быть, это какие-то отдельные, может быть, симптомы, понятно, что вся симптоматика не наблюдается, но, тем не менее, вот, мне вот этот аспект волнует, потому что, все-таки, здесь, вот, как это будет все рассасываться, и будет ли удар по рынкам именно с этой стороны, то есть, уже не со стороны, там, экономики и финансов, провалов каких-то банков отдельных, да, кризиса недоверия, а именно социальной сферы, вот. То есть, это проблема. И, в принципе, наверное, действительно, пока мы не увидим какой-то, очень, достаточно жестких, может быть, мер, в том плане, что выход из еврозоны каких-то стран, по крайней мере, временный выход для того, чтобы, вот, как вот General Motors, да, она ушла с рынка, там, что-то ее подлечили, а потом она вернулась, и чувствует себя намного лучше. Может быть, то же самое произойдет здесь. Какие-то страны временно уйдут из еврозоны, что-то там подлечит их, там, более-менее ляжутся репутационные риски, и потом они могут опять влиться. Может быть, и так произойдет. Но мне кажется, что это очень небыстрый процесс. И, я думаю, в ближайшие годы мы все время будем под этим домокловым мечом существовать. Да, все время будем смотреть в Европу. Кстати, если мы говорим вот о том, как сейчас Европа пытается выйти из кризиса, ну, сокращение расходов, да, сворачивание, так сказать, трат по инициативе Германии, прежде всего, да, как она учит себя жить, вот так, ребята, надо так вот. То есть, я очень часто слышу, ну, и слышу, читаю мнение противоположное, что наоборот, да, потому что, как бы, получается, что замкнутый круг, да, расходы мы сокращаем, да, пояса затягиваем, и в то же время, естественно, мы не можем расти-то, на что надеемся. А вот есть мысль такая, наверняка вы ее тоже слышите, да, что надо наоборот, надо вот именно с точки зрения, да, стимула развития экономики смотреть. Ну, контр-цикличные все политики, они все же предполагают, что уровень долга в системе не находится на запредельных значениях. Либо вы сначала должны объявить, как каким-то образом дефолт по нынешнему и набрать новый, но это тяжело сейчас все сделать. Но это Кейнс говорил о том, что во время кризиса надо проводить контр-цикличную политику, нужно стимулировать через раздувание дефицита бюджета. Но на сегодняшний день это очень тяжело сделать, потому что дефициты и так большие, и против этого еще стоят большие долги. Вот поэтому где-то идет вот такая балансировка. Конечно, проще это пытаться делать монетарными способами, путем инжектирования ликвидности, но даст ли это какой-то эффект или нет. Скорее всего, будут правы те экономисты, которые изначально говорили, что должно пройти очень большое количество времени, может быть, 10 лет. Каким-то образом вся эта ситуация в экономике переварится. В конечном итоге просто за счет неких естественных процессов, то, что Адам Смит называл невидимой рукой рынка, как бы все вернется на круги своя. Ну, к большому счету, в любом случае, да, мы сторонние наблюдатели, мы в этом материале, мы в этой действительности варимся. Ну, мы сторонние здесь только благодаря тому, что цена на нефть стоит выше 100 долларов. Словно говоря, опустясь она на 20%, и мы сторонних наблюдателей... Активными участниками. Станем активными участниками. Самыми активными, пожалуй. Учитывая социальную нашу сферу, которая сразу, это как сейчас залог стабильности же, да, стабильность держится на стабильности именно в социальной сфере, на определенной планке. Ну, то есть все, что ты рассказывал сейчас в отношении Испании, Греции, да, Италии, это может быть актуальным и в России. Не дай бог. Не дай бог. Конечно, может, все что угодно может быть. И главным, естественно... Не хотелось бы. Ну, это понятно, что не хотелось. И главным, так сказать, толчком, это именно цены на нефть, которые сейчас в районе 110 долларов, слава богу, держатся, ну, по бренду, по крайней мере. А вообще есть ожидание, да, вот, что текущая экономическая ситуация в целом, наверное, она может как раз эти цены... Есть определенные предпосылки, что ситуация может измениться, и в целом она связана с тем, что ряд стран типа Ирака за последние годы достаточно сильно увеличили свою добычу и планируют это делать в будущем. Есть определенные прорывы в новых технологиях по добыче нефти, сланцевой нефти. В какой-то ситуации, наверное, может, может быть не столь большой степени произойти та история, которые мы локально видим на американском рынке газа. Предпосылки присутствуют, но это пока компенсируется достаточно большими политической нестабильностью в регионе основной нефтедобычи. Это компенсируется высокими входными ценами бюджетов нефтедобывающих стран. Ну, очень сложно сказать, насколько эта ситуация вот sustainable, насколько она долго будет продолжаться, потому что по другим комодитис мы видим обратную ситуацию, особенно вот то, что с металлами связано. Все упало достаточно сильно. Главное, не отскакивает. Алюминий, братья, сколько лет этот алюминий терзает все мировые компании. Уже даже, по-моему, вот Русал отчитался, во-первых, да, неважно. Вот, и даже он, по-моему, заявил уже о сокращении производства. Хотя он до этого, ну, как уж сопротивлялся вообще. А так это, наверное, единственное, что может, если все компании, ведущие в мире, сократят производство. Наверное, это только единственное может привести, ну, по крайней мере, к поддержке ценам, а может быть, даже некому отскоку. Потому что там одна алкога не сделает это дело. Ясно. Хорошо. Значит, смотрите, вопросы тогда мы уже на следующую часть с вами оставим, потому что осталось совсем немного времени до новостей. Я еще раз напомню, в гостях сегодня Константин Гуляев, руководитель управления рыночных исследований и ФД «Капитал», и Константин Комиссаров, управляющий активами «Локобанка». И мы пытаемся сегодня все-таки понять, что происходит на отечественном рынке акций, ну, и на финансовых рынках в целом. Понять это сложно, ну, даже похоже, что практически невозможно. Неопределенность – вот единственное, что приходит в голову. Ну, ладно, продолжим разговор. Сейчас новости на Финам.ФМ. Ну, что ж, последняя часть нашего эфира. Сухой остаток на Финам.ФМ. Мы продолжаем. И я начну с того, что прокомментирую. Открылись американские площадки, и, собственно, позитивно достаточно открылись. И Доу Джонс из 500 прибавляет в моменте по 0,6% и смотрит достаточно уверенно. О чем мы говорили в самом начале, да? Наверное, все-таки есть основания надеяться на некие обновления, ну, или, как минимум, последних максимумов, а, может быть, и исторических максимумов в ближайшей перспективе. Итак, давайте отвечать на вопросы. Ну, вопросы, тем не менее, стандартные, как всегда. Вот вопрос есть от Андрея. Что делать со Сбербанком ниже 100 рублей? Покупать. Покупать по любой цене и, собственно, не особенно там, ожидая каких-то глубин. Я думаю, что если будет общее движение рынка, то более вероятно, что Сбербанк обновит свои исторические хаи, чем Газпром подрастет до каких-то более-менее... Приемлемых уровней. Приемлемых уровней. Инвесторы стараются играть в сильные истории, а слабые истории, так и ощущение, что просто из фокус-листа вычеркнуты. И затянуть обратно в Газпром, в тот же самый, крайне тяжело. А Сбербанк все видят, что это крупнейший банк. Банк активно развивается. Все достаточно неплохо. Растущий рынок. Я думаю, что если будет еще один заход наверх, Сбербанк может тоже обновить исторический максимум. Я понял. Кость, добавишь что-то? Ну, я добавлю, что вот то, что мы видели по Сберу, вот эти выносы выше несколько раз, выше 110 рублей, они же во многом основывались на том, что была идея такая, что надо зашортить сильную бумагу и подобрать слабую бумагу. То есть покупали Газпром, а шортили Сбербанк. По крайней мере, это я от трейдеров слышал. Так делали многие. Это когда было еще раз? На каких уровнях-то? Это вот недавно. Ну, вот буквально три недели, может быть, назад, когда мы видели вот такие, да, очень серьезный взлет. Вот. И потом, чем все заканчивалось? Это заканчивалось, что люди бегали по рынку и сказали, дайте мне Сбербанка, чтобы закрыть шорт. Вот. А цены, а цены взлетали выше 110 пулей, то есть это как ракета в космос. И казалось, что, в общем, был шорт-сквиз такой, так называемый. А Газпром при этом, в общем-то, он хорошо особо себя не чувствовал. Вот. Поэтому я согласен, что вот и эти действия, они также усиливают то, что на отскоке сильная бумага может быть еще сильнее, а слабая бумага все равно будет, по крайней мере, наравне с рынком. А может быть и отставать от общего движения. — Я понял тебя. Еще один вопрос про Роснефть, хотя ты его сегодня тоже похоронил вместе со всеми остальными практически. Про Роснефть спрашивают, да, когда Роснефть в рост пойдет. Сейчас она вот в районе 245 рублей торгуется. — В принципе, коррекция достаточно, да, 275-240 даже было. 35 рублей, в общем-то, это 15%. — Мы говорили там диапазон 275-255, ну, чуть ниже он спустился. — Вот. В целом, я думаю, что если рынок будет отскакивать, да, вот в ситуации отскока рынка, то Роснефть, по крайней мере, одна из тех фишек, которая будет чувствовать, по крайней мере, не хуже рынка, а уж, наверное, лучше. Вот. Потому что, ну, ожидания по ней нормальные, скажем так. Большинство, а консенсус. — И фундаментальный в том числе, да? — Ну, фундаментальный, только остается спорить там, насколько она дорогая или дешевая, вот. Я не знаю, там, может быть, у кого-то есть некие идеологические неприятия тех лиц, которые стоят в этой компании, да, и которые пытаются использовать свой момент, в моменте административный колоссальный ресурс, чтобы создать некий такой чоболь российский, может быть. Может, исключительно с этим. А так, в принципе, ну, по сути, это, конечно, компания, которая, может быть, из голубых фишек лучше рынка. — Я понял. Добавишь что-то по Роснефть? — Нет. — По Роснефть, все ясно, да? — Так, еще один вопрос, ну, собственно, мы ответили уже на него, про ВТБ не будем повторяться. Про ВТБ. — Нет, ну, а по ВТБ все сказано. — Ну, и тогда от меня, если позволите, вопрос, касаемый одного из моих любимых активов, это ЗОО. Вот что происходит с ним сейчас? Есть ли у него, собственно, надежда, да, у него надежда, у меня надежда, у нас надежда, что все-таки золото будет расти в связи с чем-то, с какими-то ожиданиями? — Я думаю, что так как по таким реальным commodities очень тяжело определить какую-то фундаментально справедливую или несправедливую цену, просто отсутствует такой инструментарий. По моим ощущениям, вот тот рост золота, который был предыдущие несколько лет, он, скорее всего, заложил в себе все те ожидания по поводу ухудшения экономики, меры стимулирования и прочее. Опять-таки, золото просто может сейчас на какой-то длительный промежуток времени залечь на текущих уровнях, ну, с какой-то волатильностью она может быть достаточно большая, там, 1500, там, 1800, 1900, но в целом вот как-то так. — В диапазон все равно, да? — Да, чтобы говорить о том, что по золоту начинается новый какой-то мегабычий тренд, ну, наверное, мировая экономика должна войти в ситуацию сильного рецессия, да, должен начаться обвал на финансовых рынках, чтобы золото опять стало восприниматься как защитный финансовый актив. А так, наверное, примерно все будет плюс-минус где-то на текущих уровнях. — И, в принципе, да, сейчас золото как защитный актив не воспринимается? — Ну, по большому счету, по большому счету нет, по большому счету нет, должен быть какой-то разворот в качественные активы, то есть трежери опять должны куда-то там расти до новых высот, ну, какие-то стрессовые сценарии. — Сейчас, ну, технически оно сейчас ближе к нижней границе этого коридора, поэтому, может быть, там какие-то отскоки, почему нет? — Кость? — Ну, с нижней границей, в принципе, я согласен, что вот золото, там, поддержка, ну, 1500-1530, мы несколько раз за последние там месяцы, даже, может быть, больше года пытались пробить, уйти ниже, вот, потом отлетали. — Может быть, действительно, она ниже не пойдет, вот, завязнет где-то на какое-то время, там, в районе 1600, да, потому что мы видим, что сейчас все-таки настроения на, скажем так, ведущих рынках, они нормальные, они скорее позитивные. — Конечно же, в американском рынке видно, что готовые инвесторы продолжать держать ланги, потом золоту не помогает ситуация, что инфляционные ожидания, они невысоки, что инфляционные данные в Америке, в Европе, они, в общем-то, инфляция замедляется, надо сказать. И что, по сравнению даже с прошлым годом, тут ситуации, вот, по последним данным, что выходили там и дефляторы ВВП в США, там никакого инфляционного давления нет вообще, вот. И, конечно, эта ситуация, она, безусловно, не способствует какому-то изменению восприятия золота, как некого хеджа от инфляции. И это какого-то, может быть, даже мы видим, что во время обесценения доллара, которое проходило вот последние месяцы к большинству валют, валютам и торговым, и, в общем-то, ведущим валютам. — Это то, что в конце прошлого года, да, евро-доллар. — Это обесценение доллара, оно не было поддержано ростом золота. Вот, поэтому золото пока, надо признаться, стоит на обочине, вот. Ну, действительно, надо ждать, наверное, изменения восприятия этого актива. Но, вот, с моей точки зрения, я бы, например, по ценам, там, плюс-минус 1500, наверное, открывал баланги. — 1500. — Да, вот если с расчетом на достаточно продолжительный период. То есть это, я не говорю, что мы увидим какой-то там рост и восприятие там в полгода ближайшие, это может быть и год, и полтора, и два, вот. Но, тем не менее, мне кажется, что в ближайшем вот таком более долгосрочной перспективе вполне возможно этот актив будет существенно выше. — Ну, и если, мы уже говорили конкретно о золото, а если брать, собственно, весь набор драгоценных металлов, ну, там, серебро... — Ну, знаете, вот в начале года рванули, так, подскочила платина и палладий, потому что палладий во многом из-за того, что используется в автомобильной промышленности, были ожидания определенные здесь хорошие. — В общем-то, этот актив отставал серьезно, и платина отставала. И вот это движение в начало года фактически убрало спред между вот золотом и серебром. И если серебро, оно было переоценено, потом оно упало быстрее золота и сократило спред, вернулось в точку золота, то те снизу фактически, они подскочили и примерно находятся так же, как и золото. То есть каких-то, мне кажется, сейчас вот серьезных предпосылок для того, чтобы платина опять вышла дороже золота и стала там расти, когда золота стоит, нету. И, в общем-то, и палладий отрос достаточно серьезно. Мне кажется, что каких-то там существенных уже взлетов нет, не будет. — Ну и последняя деталь. Рубль сегодня против доллара торгуется в районе 30-70, отскочил он на 30-20. Ну и диапазон какой-то, на мой взгляд, он может, так сказать, установить в этих пределах 30-20, 30-70. Как, Костя, считаешь, насколько реально ему в ближайшее время улететь еще повыше? Ну, ославнуть рублю против доллара? Куда-нибудь 31, 32, 33? — Ну, 31, я думаю, реально. Дальше пока... — Дальше пока вряд ли. — Пока вряд ли, да. — То есть связано опять с тем, что мы наблюдаем на рынке нефти, да? — Да, да. — Не говоря обо всем остальном. Ты как видишь рубль против доллара? — Пока предпосылок для серьезного падения нет. Мы видим, что все движение, обслабление рубля против доллара было не из-за корзины, которая пока благодаря усилиям ЦБ не пошла пробитие нижней границы, она осталась, но в то же время мы не увидим, что она как-то там улетела наверх. — Ну да. — Да, и все движение было исключительно из-за того, что евро упал к доллару. Вот. Поэтому, в общем-то, пока тут все абсолютно должно восприниматься без паники. Вот. Но все-таки я как бы немножко более негативно, наверное, смотрю на рубль. Вот. — В принципе. — Если, да, если мы увидим неудачную попытку показать, например, хаи по Америке, да, то есть мы можем их показать превысить, но она потом не будет устойчивым, это движение, да, и наш рынок, как и другие маржи-маркетсы, начнут проседать, то, мне кажется, рубль, ведь он как? Он растет по тренду, растет достаточно продолжительно, устойчиво, но улетает потом на 2-3 рубля. — Спасибо огромное, уважаемый слушатель. В гостях были Константин Гуляев, Константин Комиссаров. Успехов на рынке. До завтра. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok